Аблахан Исенович, Вы заявили о запуске проекта «Биометрические параметры». Как это будет осуществляться? Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы планируем уже с конца текущего года, с декабря, дать такую возможность, чтобы граждане могли авторизоваться на портале электронного правительства, на пунктах общественного доступа в будущем, в приложениях электронного правительства, вот именно через биометрические параметры. Для этих целей мы планируем в двух городах, это основная Алмата, в пилотном режиме начать сбор биометрических параметров, то есть гражданин именно по своему желанию сможет сдать фотоизображение свое и свои отпечатки пальцев для того, как я сказал, чтобы в будущем беспрепятственно в любом месте получать электронные услуги. То есть гражданин будет обращаться в Центры обложения населения, в те цоны, которые мы на первоначальном этапе определим, и уже у наших операторов, у специальных операторов по удостоверению личности они могут сдать данные параметры в единую републиканскую базу данных, которые будут храниться на базе ООО «Национальной информационной технологии». Данный проект у нас совместный, и, как я сказал, чтобы в будущем беспрепятственно получать услуги. Там будет возможность не только получать государственные услуги, но и услуги финансового сектора. Облахан Исенович, скажите, пожалуйста, какие еще цифровые услуги запущены правительством для граждан для упрощения жизни казахстанцев? Сегодня из 741 государственных услуги, более 400 услуг у нас сегодня переведены в электронный формат. Глава государства перед нами поставил задачу, чтобы в 2019 году данный показатель был достигнут 80%, и уже в 2020 году 90%. Сегодня на площадке правительства проводится большая работа по их оптимизации и дальнейшей автоматизации данных государственных услуг. То есть, если ранние услуги были где-то альтернативно, что можно было подать через госкорпорацию, через госорган, через электронный формат, то есть те государственные услуги, где население уже привыкло получать их в электронном формате, они полностью будут переведены в электронный формат. То есть, на сегодняшний день вы знаете, что многие лицензии, разрешения, то есть они автоматизированы, 100% все лицензии у нас автоматизированы. То есть мы переходим к тому, чтобы уже гражданин получал их безальтернативно, именно в электронном формате, на портале электронной краницы. Это же, конечно, реально барьер, да, то есть, который убирает все барьеры, то есть гражданин просто подает в электронном виде заявку. То есть те услуги, которые можно получить сразу онлайн в электронном формате, а есть услуги, которые по истечении какого-то времени, то есть они также будут получаться только в электронном формате. То есть используется principle by default, digital by default. То есть независимо, какая была подача, то есть выход, он будет 100% в электронном формате. Спасибо за продуктивную беседу, желаю вам удачи. Продолжение следует...